здарова ребята с вами девлоплей и мы с вами продолжаем делать гайды по игре бендер плагу плаги of lights как ласта правильно на этот раз мы с вами будем разбирать танка это у нас прям один из самых нужнейших не скажу можно сказать и лучших почему бы и нет тому что он реально игру тащит прям на ура это такой класс который там обязательно нужен в любой пачке в любой ситуации в этой иначе блин хана как по мое мнение может быть я что-то ошибаюсь наши в принципе сам особо другие пачки не создавал мне вот сейчас пачки танк лекарь воин и пирамад ромата пирамад но тем не менее да знаю как какой урон у врагов и как они хорошо разносят в этой игре без танка я думаю что игру можно сказать что невозможно пройти или пройти только очень сложно поэтому поехали приятного всем просмотра надеюсь куча полезного для себя информации тут возьмете подключил я опять таки ребята спрашиваю что я играю через симулятор до мышка отключена телефон вот так видно вот мышки через вот такая штучка которая себя принимает юсб и передает в телефон вот так оно все работает показал кому было интересно да это тоже кстати будут требовать свои слайки кто не знал кто знал но понятное дело будете лайки стать потому что я вам щас покажу будет правильно прокачивать танка ясное дело что он мне уже прокачан и мы для этого то делать чтобы по новой это проверить так и план ну вроде как третья девка была четвертый мужичок вот этот танк правильно я скину там нет неправильно а я думал типа полу я подумал что как именно кто ну самый последний у нас это чувак который сейчас у нас танк он у нас появился в игре но ничего страшного вот я скинул я статы если не ошибаюсь пираманта но ничего все равно нам надо было рано и поздно это сделать в игре принципе почти можно сказать то что мне надо прошел но уже будет короче скинуты статы значит третий персонаж вот этот экуан почему его подожди опять я не того скину да тому потому что как-то для мужика там больше подходит чем для им больше подходит там не знаю вор там магичка то это так далее а этот танком быть это мужское дело так что у нас дальше идет насмешка поехали насмешка заставляет врагов с большей вероятностью атаковать вас в течение трех раундов это в любом случае откроем чтобы открыть себе дальше дорогу ну а так и не так часто пользуюсь на самом-то деле мы может начали игры это это знаете это не стопроцентный шанс что враг именно ударит танка это типа вероятность повышает но не стопроцентный шанс выма вымотать извините что я так долго считаем лет мелкий шрифт не надо телефон а так держащим сюда прочесть будет да немножко так требуется микрофон так сделать требуется насмешка питайте или что блин с она питайте свое оружие молнии и носите врагу 300 процентов урона от оружия в виде урона от молнии убирает насмешку короче насмешку делаешь да и после этого я так понимаю можно после насмешки ударить этим оружием своим на 300 процентов такое короче не будем на это зацепляться блин сейчас читаю а на самом деле это может быть начали опять-таки пригодится в каких-то ситуациях но дальше это вообще не нужно танк у нас будет чисто в дальнейшем именно конкретно принимать на себя дома наносить дамаг нет делать какие-то добавки да это мы с вами тоже будем разбирать поднять щит ну и плюс баф конечно добавки по получите 20 шанс блокировать щитами во время насмешки это офигенная штука но насмешка опять-таки мы не всегда будем пользоваться но кстати я даже не замечал не обращал на это внимание может быть действительно стоит все таки я да что я пропустил этот момент но и без этого я тоже прошел но насмешка видите это добавляет хорошие возможности блокируется он 20 процентов это на самом деле немало наши дальше там чего-то подниматься по центру сам щит еще имеет проценты еще дальше мы дойдем а про так а покинутые прокидывать удвоив вашу физическую и магическую броню но вдвое низив регенерацию fp действует течение четырех раундов вот это типа но нашу энергию дабы наши энергии качу будет медленнее восстанавливаться зато мы удвоим и магическую физическую защиту хорошая вещь но вот это вот этот нюанс я кстати когда на я же играл на английской версии я не обратил внимание блин не знаю не знаю теперь конечно создает сомнение вот это но в любом случае мы его качать должны потому что нам нужно дальше окно открыть эти ветви а что есть топе мы пойдем вот так а ну-ка давайте глянем дали тебе джуринский написано приспорил оружие с усилением сил вот так стать тоже работает хоть мы не будем атаковать так что это нас тут бдительность танцы бдительны увеличив свой шанс уклониться на 25 процент на три раунда кстати тут тоже не на танк неплохо повлияло бы уклони уклончивый при использовании двух оружий с усилением сил вы получаете 20 процентов уклонения но мы не будем то что нас в одной руке будет щит это не для нас точно так это что нас принять боль примите боль а это навык типа добрый боль получив не получите урон когда вас ударит следующий раз вот это кстати хорошая вещь я таким образом не прокачивала танка сразу скажу ну блин до один раз туром получаешь конечно но следующий раз зато вы уже вообще без урона но спать опять-таки 85 это очень дорого на самом деле а у нас для танку и так будет уже свои навыки которые будет расходовать нормально так количество энергии так тяжелые доспехи за каждый килограмм вот это кстати будем тоже прокачивать но это видите вот вопрос то что лучше ли отсюда выйти или отсюда вот например вот это не знаю пригодится или нет можно короче если есть желание можете себе вот немного гибриде к создать дает вас мазохист идет мазохист защиты типа они очень неплохо сочетается по своим навыкам почему тоже танк это тот кто принимает свой урон ну и мазохистом все тоже по сути он ну хотя у него два оружия и дамагер одновременно ну не знаю я еще не рану не рассматривал вот этот билд да так скажем да этот класс поэтому сейчас точно сто процентов не выпускает ну вот это пока ими потому что прочел это в принципе тоже неплохо бы помогала таксана по крайней мере вот это хотя хрен его знает не знаю давайте поехали дальше по танку мастерство топора плюс 10 процентов урона от оружия при использовании топора но не всегда мы будем пользоваться топорами на счет того бывает может там и булава какая-то будет ну то есть не факт но тем не менее есть такое такая пассивка каждый раз когда вы получаете исцеление увеличивать шанс блоком 2 процентов до максимального значения 20 процентов вот это офигенная штука вот это точно надо качать тут еще под вопросом весит да топоры не всегда у нас будут руках но тем не менее они ну иногда периодически будут в течение игры но и например смотрите что то у нас там а хотя не смотрите мне вот большой топор да я специально себе поставил как раз под этот наук значит это точно хватает качаем и ты чтобы вот это взять например смотрите за каждый килограмм давайте пока сюда не буду идти пойдем сюда потому что мы повышая уровень и по не полезем же сюда нам надо сначала сюда добраться поэтому нам всеми силами примемся вот в эту сторону того чтобы уже более менее такого крепкого классного танка сделать так последние средства очки наук просит свой щит во врага нанеся нет разговоре это что при первом попадании в союзника в бою автоматически накладывается на него защиту а вот это надо вот это офигенная штука это очень выручает поэтому приходится вот это брать но не для того чтобы здесь еще есть возможность такая вот видите вот видите эту галочку надо 9 вот отключаешь включил выключаешь нахрен потому что вот это последний сс если после этого вы не сможете использовать свои щит то есть это вообще нафиг не надо нас и так дамагеров тут приходит жопу жуя целых три будет поэтому не надо это использовать отключаем нафиг но прокачиваю чисто для того что вот это вот эту штуку сделать вот это в чем прикол здесь есть навык а где кстати этот навык который а ну-ка сейчас посмотрим вот вот он про это я хотел сказать как раз следующий раз когда вы выбранного союзника ударят вы вместо этого получите удар на 70 процентов от урона наложите на себя запинание насмешка вот это офигенный навык вот это прям суперский навык для танк и сразу говорю вот это стремитесь прокачать как можно быстрее а потом уже вот это значит чем прикол этого защита вас четверо правильно вот этот танк он налаживает короче использует навык ты выбираешь к на какого друга короче да на какого товарища наложил на 1 следующий раз когда мог ударить его вот точнее да я показываю себе на пальцах вот так милист наложила пена 1 там до 5 танк наложил на него то есть когда его ударят автоматически он идет защищает вот этого первого персонажа получает урон мало того да у него хп много ему не страшно получить он таши на танку не 2000 хп а у этого например мага например 500 там 600 созависимости от того как вы прокачали вот ты пришло получать тот мало то что он меньше получает он чем мог бы тот маг получить это раз раз запутался плюс он на себе урон бьет и еще автоматически срабатывает вот этот навык вот тоже я и говорю что у меня не срочный навык он будет все равно автоматически активируется то есть и следующий удар возможно опять-таки не его ударит от тебя то есть это очень полезная штука я секундочку ударит вместо него и да и насмешка все верно а вот эта штука чем прикольно что если например ты не успел да на 5 ты например мага например защитил на ударе ли не его удали вы ударили 3 до 3 получит удар но тем не менее за танк автоматически наложит на него вот вот этот вот это вот эту штуку защиту разблокировать вот эта штука налаживает очень удобно то есть если даже тебе где-то какой-то проем был от первого удара но следующий по крайней мере танк твой точно защитит то есть это просто шикарная тема так здесь еще раз мастер что вы можете бесплатно улучшать 4 до плюс 3 если у вас есть камни вообще нафиг не советую тратить на это все наш камни вроде как я пятки я не выбивал честно скажу в игре эти камни по крайней мере будет по прохождению все равно мне выдавались я там прокачал свой щит вообще плевать то есть вот это не надо на этой нас тратить свои очки на плюс 3 прокачать нефиг делать тучи каждый раз когда вы защищаете союзника вы получаете плюс 20 физической брони максимум 500 ой то есть 300 опять-таки мелкий шрифт плохо видно физической брони короче вот это по-любому вообще полезная штука это раз но вы ее все равно еще пятки по-любому прокачиваем потому что нам надо надо идти дальше виха авангарда запирает вас ветви авангарда вы можете разблокировать только одну метку по это это типа мы открываем уже конкретного танка то есть не что-то там вот именно все вот именно танк отсюда начинается стоят на своем увеличить физическую броню команда игрока на 57 и на 5 усиливается при наличии силы силу тоже иногда закачивать нашему танку видим от кейс на именно навыки которые от сил зависит но тесно говоря особо не пользовался эти темы но может когда ваши хп ниже 30 процентов последним последние средства и уматывание наносит вдвое больше урона так подожди последние средства где-то последние средства а вот это да чтоб не вот это херня это что-то не нам не надо как для танка что вот это последние средства и его матывание вот такой альтруист переносит ассоциативный эффект статуса союзника на себя но опять таки эту парашу надо прокачивать вот эта штука тоже хорошая допустим например ситуация такая что у вас например у вас должен хиллер да или он должен на этот момент применить там бомбу там решающий момент а то вот как капец как надо что он применил богу потому что мы наложили на него вот эту фигню как она называется сейчас тетап на английском было написано я уже суматоха подстава вот и подставу использую то есть нашу следующий удар точный был да точно произошел но увы того героя взяли и застанет да или еще какой-то херню наложили на него но в этот момент наступает момент танка и он просто тупо использует вот этот навык альтруист забирает его негативный эффект то есть тоже даже стан очищает его и в итоге вы дальше можете тем же писанта конечно так получает да вот это самое он вместо него тем не менее тот уже имеет право так скажем вместо него пойти сделать следующий ход то есть офигенная тема это точно качаем вот это точно она будет именно в конкретных ситуация она выручает нормально причем так у нас вот тут долг если вы умираете ваша команда получает 50 fp это хорошая вещь то есть ну понятно что танк рано или поздно может получить смертельный урон вот эта фигня не обязательно но вот это надо то есть это точно пригодится так всегда блокирует следующий удар после истечения после стечения что-то так удержение стража всегда блокирует следующий удар после истечения опрокинутого эффекта требуется экипированный щит вашу запад парки не ты где-то же было что-то помню мы с вами тут же смотрели опрокинутый а вот эта штука до который уменьшает увеличение в твой я просто понимаете еще чем прикол навыков тогда хера это все конечно замечательно после в некоторых ситуациях вас просто тупо не будет достаточно р�도 чтобы использовать все вот в танке вот вот это вот эту твити защита надо на всех троих желательно да ну то есть но танк сам поэтому сама сильно будет налаживаться если ударит танка понятно что удается только это хорошо ватина что вас любили танка понятно делать этого задачи вheureу существование но всегда в битве должны поддерживать вот эту защиту чтобы он защищал всех троих остальных то есть у вас не будет всегда время на то чтобы мы используем например вот это во первых используя вот этот навык и не знаю что еще там можно использовать ну будут какие-то конкретные ситуации едина вот-вот это использовать то это подождать вот такой защиты а использовать worries типа он больше даст польза сема мир даже самые защита твои ситуации где надо будет подстава вот это использовать эти мы тоже туда сейчас пойдем но я пока что по этой ветке иду то есть вот это не обязательно ну если хотите можете прокачивать тоже хорошая вещь не спорим но но и опять таки не всегда будет возможность использовать вот этого опрокинутого то есть без не если вы не будете опрокинуть сколько то этот навык не имеет никакого смысла о том что у нас перезаряженный каждый раз когда вы получаете урон от молнии вы получаете 5 такой себе честно не всегда будет урон от молнии поэтому то как получится по ситуации если враг будет молнии бить то понятное дело да неплохо плюс 5 фп может выручить какие-то бывают такие ситуации где например на я так образно сейчас скажу навык да который срочно вам надо стоит 125 а у вас тупо 124 например если там какой-то чувак вас молнии долбанет то вы можете использовать если нет то принципе 124 1 фп не хватает все вы уже не можете элементарно использовать навык за этот раунд потом что вот готовленный блок следующая атака которую вы блокируете оставить нападавшего оглушенным двором но для того чтобы а это тоже по желанию ребята я этим не пользовался поэтому не это не прокачивал не это но можно опять есть у вас лишние навыки есть лишние очки но то божики я кидаю потому что у нас еще 12 остается после этого они нет и 12 11 базу 2 на вот здесь написано я даже не обращаю внимания нам нужно здесь обязательно обязательно считаю это вот не обязательно двойная атака не обязательно танка но вот это например тоже не обязательно но я что-то короче это сделал ну ладно фиг с ним суматоха тоже его не будем использовать но может пригодиться все равно почему бы и нет но мне вот нужно вот это же тема вот это подстава надо это точно это маст хэв как говорится да вот это подстава надо будет все равно будет ситуация где вам надо добить врага а подстава не побольше поставить до берете танка вы знаете что все под защиты все в ажуре то есть на первые всех троих под защиту поставили и вас ударили то есть все трое трое и так уже под защитой у вас есть возможность использовать она но пользуйтесь подставой например или вообще нам там уже приоритетов течение боя сами поймете что надо так что у нас прошло за каждого дальше тяжелые доспехи за каждый килограмм экипированный экипировки которые вы носите не будучи перегруженным вы получаете 0 3 процентов ко всем сопротивлением вот это классно что у нас и так наш танк дорогой танк и так у нас нормальный такой вес до имеет да на себе вот это конечно перегружим пущий нагрузка минус 8 процентов движения команда понятно сейчас мы его восстановим у нее тяжелая броня да по сути поэтому очень даже неплохая темка для танка у нас тут давайте прибавим что ближе выносливый каждое очко выносливости дает дополнительный 0 5 максимального веса экипировки гарно то есть мы выносливый сейчас будем по-любому прокачивать потому что у нас опять таки тяжелая броня возвращаясь к тому же самого да давайте тогда вот сначала конечно вы смотрите видите чем прикол если вы например скидываете очки сначала прокачиваете вот эти да навыки вот это вот это вот это прокачиваете поняли а потом уже опираясь с этого уже дальше качать его статы ну чтобы уже вот с плюс с этим бонусом тогда скажем потому что сначала статус прокачать а потом уже этот бонус то уже будет там уже немножко несостыковка то есть уже будет там лишние очки там выносливости у нас получится уже вы хотите здесь вы хотите конечно идеально что все было поэтому сначала эти навыки покатить а потом уже статы закидывать ну что у нас пока видите воскресенье знак а ну-ка я по чуть-чуть закидываю потому что нам желательно чтобы у него было больше веса потому что если у него будет вот именно вот на вот в этой шкале вот в этой шкале если не ошибаюсь конечно в этой шкале да будет у него нагрузка то соответственно у нее будет плюс к хп нормально при меньшей нагрузке увеличивается до весь региона при большей нагрузке увеличится хп так понятно о можно же одно лишнее очко прокачал и не факт вот эти плюс 40 здоровые ребят смотрите было 2 200 стола 2 974 то есть вот этот фактор ни в коем случае нельзя недооценивать это фактор именно для танка очень офигенен это сейчас у него 2974 хп с учет того что мне еще очки параметров еще дофигище опять таки мы с вами что выяснили что в этой игре мне опять-таки в комментарии кто-то написал я даже но я сначала там качал силу и там не знаю здоровье не знаю не проверял другие варианты но мне именно конкретно в комментариях прокачиваем тупо хп ему остальное ничего не надо ну понятно что выносливость чтобы было на оранжевом поэтому мы сейчас давайте все в кинем хп паризма ловкость интеллект интеллект сила не надо интеллект могу ловкость надо как его ловкость нам надо на ловкача по это дело там сталки а там другие классами этих классов сейчас нет тогда момент то есть я их не прокачивал имеется ввиду а ну-ка глянем сколько в итоге у нас это будет 3 631 ребята меня такой еще так не был жирный но увидите все таки чувак правильно сказала чувак или девушка не помню давно писал комментарий вот есть сможет ролик спасибо тебе братан или сестру сестру аризма в игре не обязательно прокачивать опять-таки повторяю я думаю что многие сам согласят пошел шмот и так вам рано или поздно тосту харизму достаточного количества чтобы быть и правда дофига бабло иметь и всего остального и даже квесты делать то есть там бывает и квесты написано там вам требуется столько это харизма вот например видите мне уже харизма 11 плюс 20 и в чем прикол что харизма считается со всех персонажей поняли со всех персонажей не с одного и на конкретного не за того как с кем вы бегаете да а со всех персонажей харизма и то есть все это приплюсовывать и это харизма будет достаточно чтобы делать какие-то разные другие выборы при диалоге с другими персонажами да там квесты не квест и так далее там потом еще мне 7 очков осталось ребят на самом деле еще можно а нет на войне ставку принц тоже немало там предыдущий мой ролик гайд был по войну то есть мало обязательно посмотрите если война прокачивать вот тут еще конечно можно дальше идти здесь все равно от оружия при использовании молоток ну то есть если там не с топором все-таки решили бегать наши спектаку детский там молоток можете вот так немножко вот так сюда пойти по другой линии а тут что у нас кстати одиночная атака носит на 10 больше урона от оружия это тоже кстати неплохая вещь но это уже знаете когда вы бьете танком когда уже больше ничего нечего делать танку то все под защиты там сетапов поставлен ну опять таки чем больше у вас будет уровень вы будете в основном 90% случаев бить врага именно по цветам в остальных случаях это когда может какая-то мелочь там вы не хотите возиться то убьете а стол быть это поэтому это такой спорный момент не факт что мы уже будет но это принципе что у нас идет у нас идет воин ну воина мы с вами просматривали если вам какой-то навык нравится из этого по приду из предыдущего ролика можете прокачивать я вам не советую потому что может думать что-то еще приколе найти правильные инструменты владение великим молотом или молотом и щитом выдает вам как три удачи усиливается при наличии сил удачи но это же надо типа что больше золота выпадало да такое вот эти бабло вот и так в игре у меня уж кучу поджог уже когда ты выдаёте там на более так скажем да продвинутые уже сюжетки там дальше и дальше у вас проблем не должно быть с этим так принять боль это не этот навык спасать уронов каждый раз когда вы получаете удар в бою дикие качели наносит 10 процентов больше это уже типа дикие качели какие-то навык понятно ну в принципе всего ты с вами разобрали танк а все остальное уже дело ваших фантазии дело вашего уровня то есть насколько вы прокачаясь у нас вас там больше там еще 20 очков науку то и можете не знаю даже пока часть там не знаю пироманта с танком не знаю блин некроманта с танком у меня честно говоря пока не дошел до такого уровня нет 5 очков максимум что я могу там порубки за себе еще добавить навыков ну по типу он например что больше там золото больше денег попадалось и такое в принципе вот вот этот танк что я вам показываю просто офигенно это просто имба это такой танк как минимум хотя бы у каждого должен быть иначе этой группы намного сложнее играть чем танком спасибо что смотрят до конца прожимайте лайки оставить свои комментарии также подписывай канал прожимаю на колокольчик чтобы не пропускать новое видео другие а тем более что еще будет дальше гайды буду дальше делать с вами вы же дальше с вами разбирать более лучшие варианты то есть опять таки возможность скинуть статы будут будет дальнейшем всегда то есть дороже конечно скажу разу тем не менее но есть можете посмотреть ролик и поменять себе сделать подключи если что-то там неправильно скачали где-то немножко запороли но это таки не страшно навык очки навыков тут достаточно дальше так поначалу конечно да сложно всем удачи до следующего всем пока